Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков компании Тикмилы, с вами я Артур Эдзятут. Для начала быстро побежимся по рыночной ситуации. Вчера рынок повредил поддержку в индексе доллара на уровне 99 пунктов. В среду же доллар продолжил выдавать позиции и произошел это таким резким движением. АДИ у нас показал смешанную динамику, если мы посмотрим на то, как двигались с азиатским индексом, то вот китайский индекс закрылся у нас в небольшом минусе, то же самое произошло и с австралийским индексом, а японский индекс закрылся у нас с небольшим плюсом. Неохотно сейчас создает свои позиции золото, пытаясь выдержать защиту на уровне в 1700 долларов за тройскую функцию. Видно, что здесь у нас разворачивается борьба на этом уровне, но желание получить доходность у инвесторов постепенно берет свое. Вчера вал доллара показал, что главной темой торгов на валютном рынке сейчас остается тема доллар против всех, доллар против всех остальных. И страновые события, которые относятся к отдельным странам, к отдельным национальным валютам, они, скорее всего, будут проявлять себя, закладываться, видны на валютном рынке, именно не в паре с долларом, а в кросс-курсах. Перетягивание каната между лагерями спроса тех, кто демонстрирует спрос на риск, и тех, кто боится, избегает его, где доллар долгое время оставался у нас бенефициаром, да, вот этой всей тенденции. Это перетягивание каната продолжится еще некоторое время, и это позволяет предполагать, что вот эта тема торгов, о которой я говорю, она будет сохраняться, пока волатильность, да, на рынке, именно в исторической перспективе, пока она остается повышенной, и это будет продолжаться. Сегодня мое внимание привлекла статья Reuters, где они сообщили, что банк Японии планирует потратить еще 1,2 триллиона долларов, чтобы защитить экономику, Reuters изучил, значит, бюджетный план правительства Черновик, и вот увидел такие цифры. План был публикован в среду. Ранее уже говорил о том, что, да, либеральная демократическая партия Японии призывала к тому, чтобы поддерживать экономику, увеличить стимулирование, собственно, сейчас это вот начало отражаться уже в документах. Вместе с фискальным пакетом на 1 триллион долларов, который поступил в распоряжение рынков, информацией стало известно месяц назад, это был первый пакет, не прошел вот еще и месяца, получается, поступил, мы получаем информацию о втором пакете, да, примерно такую же сумму на 1 триллион долларов. При этом совокупные расходы правительства на борьбу с вирусом и связаны с ним с рецессией экономики составят колоссальные просто 2,0 до 2,0 триллиона долларов. В пересчете, ну, если мы корректируем на ВП, делим на ВП, это получается 40% от ВП. Больше только у США, в абсолютном выражении, это 2,3 триллиона долларов, но там, соответственно, экономика имеет, ну, другой, да, размер. Поэтому если мы корректируем вот это значение расходов именно на ВП, да, делим, Япония, конечно, находится вне конкуренции. Планы правительства, они, естественно, подразумевают дополнительную эмиссию долга, это примерно будет 200 триллионов йен, а с учетом того, что некоторые банды, которые доходят до срока погашения в этом году, их нужно будет рефинансировать, собственно, вот и будет такая сумма, 200 триллионов йен, естественно, огромная эта сумма, и чтобы избежать скачка в стоимости заимствования на рынке гособлигаций из-за такого избыточного предложения, ожидаемого, Центральный банк Японии должен будет как-то это предложение аккуратно, будем так говорить, пылесосить. В целом триллионами нового госдолга рынок японских бандов не удивись, не пошатнуйся, так как на рынке есть могущий Центральный банк со своей программой таргетирования доходности. Сейчас мы разберем подробнее, что это значит. Во-первых, это наиболее радикальная мера, наиболее радикальная интервенция Центрального банка на рынок бандов, самая известная, самая радикальная мера во практике Центральных банков. Суть ее заключается в том, что Центральный банк объявляет, что готов купить неограниченное количество облигаций определенного срока погашения по некоторой фиксированной цене. Очевидно, что это устанавливает нижний порог цены облигаций на рынке. Так и понятно, что если кто-то гарантирует, что может купить облигацию по какой-то цене, купить неограниченное количество, цена просто не может спуститься ниже. Собственно, так Центральный банк закладывает нижний порог колебания рыночной цены банда. Ну и бонусом, конечно, это стабилизирует ее, так как это снижает владельность, так как рыночные участники понимают, что есть электрогарантированный покупатель. Ну и, собственно, образуется более стабильный консенсус по поводу того, как цена должна двигаться. Важное отличие от программы количественного смягчения, это то, что в программе количественного смягчения Центральный банк гарантирует некоторое значение месячной покупки бандов, некоторый размер месячной покупки бандов, например, на 20 миллиардов евро или на 30 миллионов йен и так далее. Это происходит в программе количественного смягчения. В программе таргетирования кривой доходности банк задает конкретную цену облигаций, например, 10-летней облигацией, которую он собирается достигнуть и удерживать. И если Центральный банк гарантирует у нас цену по облигации, и эта цена вскоре становится нижней границей рыночной цены, если мы попытаемся выразить это утверждение другими словами, вспомнив про то, что есть доходность у облигаций, и цена и доходность связаны с обратной связью, это другими словами говорить, что установление нижнего порога цены облигаций – это то же самое, что будет существовать верхний порог именно в доходности облигаций. Собственно, отсюда и происходит название таргетирования доходности. Грубо говоря, если банк таргетирует некоторую цену, он, соответственно, таргетирует и некоторую доходность или потолок доходности, будем так говорить. Чтобы видеть, как эти рассуждения работают на практике, мы сравним цены на 10-летние облигации правительства США и японские 10-летние облигации. Можно заметить, что так как федеральная резервная система не контролирует, не таргетирует, у нее нет такой пока программы таргетирования кривой доходности, то цена может вот так свободно гулять. В то же время, когда у нас Банк Японии объявил о том, что будет таргетировать доходность, таргетировать цену банда, видно, что колебания японской облигации, они значительно меньше. И вот можно заметить, что порог цены, нижний порог, о котором мы говорим, он действительно есть, и это как раз-таки порог в 100 пунктов. В то же время, да, вот цена американской облигации, как я уже сказал, может свободно гулять, потому что пока ФРС еще не дошел до этой меры. А зачем мы это все обсуждаем? Зачем мы об этом все говорим? В контексте планов правительства японского выпустить огромное еще количество долга, увеличить предложение, если банк говорит, что он будет продолжать таргетировать доходность, будет продолжать в неограниченном объеме просто скупать облигации, чтобы таргетировать ее цены. Это означает, что поступление вот этого огромного бандов от правительства, которое ожидается, да, которое пишет рейпер, которое уже заложено в черновике в бюджетном, да, правительство, большую часть этих облигаций будет скупать центральный банк, во многом благодаря тому, что существует эта программа, программа таргетирования кривой доходности. Все это придется, ляжет опять на плечи центрального банка, он будет это все скупать. По сути, это вот то же самое, то же самое программа кличное смягчение, просто она такая неявная, да, будем так говорить, но она будет. И еще раз повторюсь, что из-за того, что главная тема торгов сейчас на валютном рынке является, ну, если мы говорим о долларе, это то, что доллар у нас имеет статус защитного актива, и сейчас с ростом спроса на риск происходит снижение доллара, можно заключить, что в паре доллар-японская иена тенденция, ожидание того, что по японской иене ожидается новая программа кличесного смягчения масштабная, это может быть не видно, но может быть видно в кросс-курсах, и я вот считаю, что вот эти ожидания, да, вот эти рассуждения, которые я привел по поводу нового масштабного, новомасштабной программы кличесного смягчения, они вот как раз таки будут закладываться в кросс-курсах, которые мы можем видеть в кросс-курсах, где участвует японская иена, именно ее ослабление, вот, поэтому я рекомендую обратить на это внимание и учесть этот факт. Ну, сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok